здравствуйте дорогие друзья на канале светлана лоди сад вот отсюда я еще практически видео не снимала рабочий кабинет блогера где я монтирую видео где я пишу различные посты вам и рассказываю всякую разную информацию у меня будет серия не очень обычных видео зимних видео что зимой можем показывать рассада еще пока не растет думала рассады я имею ввиду я каждую зиму подготавливаю такие видео о различных вариантов цветовых композициях немножко рассказываю вам о растениях вот очень хотела попросить вашего мнения если такие видео нужны то пожалуйста напишите в комментариях как правило чтобы собрать какую-то информацию нужно очень много времени перелопатить книги или интернет действительно информация очень разная ее много и для себя вот словить по крошечкам все то что надо ну очень даже трудно я решила облегчить вам на вот эту задачу и хочу сделать серию роликов в прошлом году делала по цветовым композициям в этом году хочу продолжить так что напишите нужны ли такие ролики на них как правило уходит очень много времени уверяю вас подготовить фотографии все это описать то есть снять ролик намного быстрее чем сидеть его и монтировать но труд блогера он должен быть разносторонним не самой интересная для себя это делаю но естественно хочу поделиться с вами так что сегодня будет первый ролик о питуньях но необычных питуньях даже не тех которые я как правило всегда выращиваю больше десяти лет я выращиваю питунь и ампельных серий а сегодня поговорю о кустовых прошлом году посадила часть кустовых питуней еще набиваю себе шишки еще не все они знаю а их сериях о том как они растут но хочу дальше изучить ситуацию мне понравилось что такие питунь и нужно выращивать в небольших горшках или на клумбах на клумбе у меня был знаете все то что осталось но эффект я поимела очень хороший поэтому хочу дальше продолжать но уже основываясь на ту информацию которая собрала сделать клумбу но более привлекательным вот и вас за собой тоже веду ну а пока имею возможность хочу сказать всем тем кто еще мало не купил вот такую книгу про питунь и вот от посева до цветения здесь все все есть я кустовых тоже о том как вырастить питунью если вы начинающий питунь и вот книга будет очень даже вам в помощь стоит недорого а информации здесь у меня достаточно много так что все ссылки на мои книги а их 6 уже штук будет в описании в первом закрепленном комментарии можете скачать себе на электронную почту и пользоваться вот а еще только что прям как горячий пирожок вышла вот такая моя книжка я вот эти книги именно две которые могут составлять даже комплект всегда показываю на другом своем канале логи свет вдруг кто не знает канал логи свет о жизни и там я показываю и свои заготовки многими любимые здесь очень много заготовок моей семьи есть старинные и вот сейчас мы по просьбам честно говоря сделала вот такую книжку рецептов легкой домашней кухни которую выполнит но во всяком случае этот рецепт сделает любая хозяйка начинающая и кого которой есть уже опыт я считаю что вот такие две книжки вот такие например супер подарок на новый год согласитесь кроме питуньи у меня есть книга про гортензии есть книга про хвойные растения подготовки сада тоже великолепный подарок кто сейчас ломает голову тот запросто может облегчить себе задачу сказать скачайте распечатайте и будет вам счастье будет а я перехожу к материалу который я сегодня собрала для вас по питуньям по кустовым питуньям и жду от вас обратной реакции что такое прямо растущие или кустовые питуньи вот об этом сегодня поговорим куда их сажают как они растут какой имеет цветок какие бывают серии но в основном кустовые питуньи сажают в грунт они были изначально предназначены для выращивания в грунте для создания различных клумбовых экспозиций они невысокие очень компактные как правило такие питуньи имеют высоту всего 25-30 сантиметров сейчас конечно очень широкий выбор питуней и есть питуньи кустовые которые в народе назвали полуампели и появилось даже такое понятие вот такие полуампельные питуньи тоже прямо стоящие уже имеют высоту до 50 сантиметров и более широкую крону чем компактные кустовые питуньи чем хороши такие питуньи они не требуют формировки хотя если вы будете их прищипывать и немножко формировать все равно они покажут себя только с лучшей стороны они еще будут более пушистыми и более компактными прищипку делаем легко или отщипываем те побеги которые нам не очень нужны но вдруг получилось однобокое растение и тем самым мы прищипкой выравниваем куст у таких питуней не очень глубокая корневая система она очень отличается от ампельных питуньев но мы все знаем что ампельные питуньи могут расти в объеме и 20 иногда и 30 литров и даже в 200 литровой бочке такие питуньи кустовые конечно не наращивают такую корневую систему вот поэтому при посадке растений им не требуется больших объемов кустовые питуньи могут расти до 5 литров на одно растение если вы будете хорошо кормить то питунья может расти даже три с половиной четыре литра а вот в цветках в размере цветков они могут быть очень крупные я расскажу дальше о сериях питуньев и вы сами увидите цветки иногда бывает до 10 сантиметров и по своей расцветке по своей крупности цветков они не уступают ампельным питуньям да и краю цветков может быть и гофрированный и волнообразный могут быть махровые цветы и простые из таких питуней мы можем сделать как отдельно стоящие клумбы только из питуней так можем сделать какие-то композиции но конечно так как эти питуньи не наращивают длинных плит плетей не разрастаются так сильно то в любых композициях мы такие питуньи используем на переднем крае нашего нашей композиции особенно той которую мы выращиваем в горшках той той которую мы выращиваем каких-то подвесных кашпо или в балконных ящик ну а теперь давайте разберем основные серии таких питуней серии конечно много я остановлюсь на самых таких распространенных ну первое это фрилитуния это подвид гибридной питунья существует их несколько разновидностей фрилитунии в принципе могут быть как кустовыми питуньями так и ампельными и различаются окраской лепестков и особенно кружевным краем посмотрите какие они кружевные и от этого конечно свою привлекательность только усиливают на некоторых пакетах питуньи вы видите приставку пикоти питуньи с приставкой пикоти имеют отличительную черту цветка в виде белой каймы они бывают тоже ампельные полуампельные кустовые но мы с вами сегодня разберем только кустовые питуньи питуньи могут быть дримс пикоти лимба пикоти мамба пикоти вот такие основные питуньи давайте рассмотрим питунью дримс серия питунь дримс дримс сочетает в себе обильное цветение с прекрасными огромными цветками у дримса цветки могут доходить до тринадцати сантиметров ну как бы 10-13 сантиметров в диаметре и это их отличительная черта такие питуньи прекрасны для балконов чтобы посадить их в ящиках в озонах а также для массовых ковровых посадок на большие клумбы в принципе дримс это одна из новых групп кустовых питуней которые характеризуются именно прямо стоящими прямо растущими вот так стеблями и которые могут создавать прям целые лавины таких переходов и разных оттенков следующая это дедди питунья дедди тоже характеризуется крупными цветами и несмотря на это питунь и дедди не страшны погодные плохие погодные условия ну например в виде там сильных осадков как мы знаем многие крупноцветковые питуньи плохо переносят дожди потом у них цветочки становятся как тряпочки приходится все это обрезать собирать конечно при правильной агротехнике такие питуньи быстро восстанавливать так вот серия дедди очень легко отходит от дождя она очень выносливая и к другим переменам погодных условиях и приспосабливается что характерно к любому грунту у нее характерные контрастные прожилки на соцветиях очень подходит для декорации клумб и может даже быть размещена в каких-то подвесах также не нужен большой объем горшка диаметр цветов может достигать 12 сантиметров а высота цветка ну бывает от 25 до 35 сантиметров и очень рано сорт дедди вступает цветение одна из серий который мне очень понравилась это селе серия лимба это новое поколение генетически низкорослой питуньи то есть при любом питании при любом грунте выше чем заявлено она не будет это растение высота которого 15-20 сантиметров но цветы тоже достаточно крупные 10 сантиметров в диаметре несмотря на то что растение очень низкорослой серия лимба прекрасно разрастается в стороны и характерная черта то что мы можем меньшее количество растений при формировании композиции использовать а получаем эффект как будто у нас растений в два или три раза больше и цветы у серии лимба имеют очень такую насыщенную окраску цветет лимба длительно продолжительно и тоже прекрасно для создания каких-то парадных клумб и в качестве контейнерной культуры я вот хочу использовать серию лимба на клумбу рядом с хвойными растениями и из этих разных по цветовой гамме растений создать какой-то такой переход петуния мамба джи пи это следующее поколение петуний после просто мамба то есть это улучшенная мамба с приставкой джи пи если вы увидите ну одна серия но здесь уже все что самое хорошее вывели нам селекционеры именно в петунии мамба джи пи это именно настоящие карликовые многоцветковые петунии и чтобы это петуния цвела обильно цветов очень много один за другим открываться листьев совершенно не видно им даже не нужны применения различные регуляторы то есть она уже генетически заложена на многоцветковость очень обильное цветение очень компактный габитус кругленькая кустик широкий за счет этого получается вот у мамба как бы предыдущей серии кустик не разрастался так в ширину как у мамба джи пи данные петунии мамба очень хорошо относятся к пониженным температурам и также прекрасно держит ветер и дожди и эту петунию мамба нужно высаживать тех местах где нет яркого солнца то есть она выдерживает небольшое затенение но мы все знаем что все-таки более тенистых местах петуния цветет меньше а вот это к серии мамба джи пи не относится поэтому может использоваться в бордюрах в каких-то бордюрных посадках контейнерах на клумбах вот серия софистика уже в народе признана как бы полуампельной петунии хотя высота растения от 25 до 35 сантиметров своей окраской серия софистика ну в общем то может удивить хоть кого она сочетает как уникальность окраски так и качество самого растения растение формирует очень плотный такой шарообразный кустик высотой до 30 сантиметров как я сказала цветки от 8 до 10 сантиметров в диаметре идеально подойдет для посадки в балконные ящики вазоны для создания парадных цвет цветников причем серия софистика очень хороша без всякой подсадки к ней других серий и клумбы отлично смол смотрятся как в моно стиле то есть когда вы всю клумбу за саж или весь бордюр одной цветовой палитры так например прекрасно будут смотреться клумбы ваши или бордюры когда вы будете сочетать в себе несколько многоцветных серий питуней серии софистика например софистика светлых тонов очень хорошо смотрится с питуньями которые имеют темную насыщенную окраску получаются на клумбах или бордюрах соответствующие переливы но я вам рассказала конечно не о всех кустовых питуньях только о таких которые основные питунья уже проверенные многими садоводами разнообразие сейчас различных названий очень поражает и часто под одним под разными названиями даже не написано серия питуней то есть мы видим все очень много искаженной информации поэтому когда вы выбираете для себя питуньи обязательно прочитайте на обратной стороне пакета где мелким почерком написано вообще-то ну на пакетиках какой сорта серии относится данный цветок обязательно должно быть написано что это питунья крупноцветковая или мелкоцветковая и сорт серии иначе под красивым названием там не знаю каких вы можете приобрести совершенно не то на что рассчитывали так что дорогие друзья желаю вам познакомиться с кустовыми питуньями может быть у вас есть саду уголочек куда хорошо бы посадить такие питунья и в открытый грунт на клумбу может быть есть небольшие вазоны которые вы не знаете чем занять вот пожалуйста эти питуньи как раз и подойдут я тоже буду сеять такие питуньи обязательно с вами поделюсь своим опытом расскажу все плюсы и минусы сама еще пока набиваю шишек но я думаю что с каждым годом у нас с вами получится все лучше и лучше так что подписывайтесь на мой канал чтобы дальше смотреть информацию и жду от вас именно совета нужна такая информация или не нужно и еще пишите по какому цветку может быть подготовить информацию и вместе с вами поучусь и сделаю для вас полезный ролик желаю всем крупно крепкого здоровья желаю всем вам крепкого здоровья и мирного неба над головой